Бескрайние просторы, девственные леса, чистые озера, голубое небо и мириады звезд на нем. Вот, пожалуй, за всем этим, со всех уголков земли приезжают туристы в Монголию. Но интенсивное развитие промышленности и инфраструктуры в последние годы стало сильно изменять природу. Поэтому Национальный центр туризма Монголии создал программу и организовал работу по контролю над туристической деятельностью и внедрению международного опыта. Сегодня ученые из Японского университета провели обучающий семинар о том, как создать правовую базу для сохранения окружающей среды. Туризм Монголии не может развиваться без сохранения особенностей природы, девственной красоты. Японию раньше называли удивительно красивой страной, до того, как началось развитие промышленности. Однако сейчас изначальной красоты у нас практически не осталось. Никто не назовет прекрасными искусственные сады и леса, придуманные окружающую среду. Поэтому для Монголии сейчас очень важно сохранить естественный облик страны. Этот вопрос должен регламентироваться на правительственном уровне. В мероприятии приняли участие более 20 специалистов из регионов. Во время встречи они обсудили особенности каждого туристического центра, специфику предоставляемых услуг и программу сохранения окружающей среды. К примеру, Аймак Завхан для развития туризма на своей территории заключил соглашение с соседней республикой Това, чтобы сообща организовывать ярмарки, распродажи, совместные выставки продукции. Специалисты этого региона планируют разработать программу по охране и сохранению окружающей среды и передать ее министерству. Туристическая деятельность ведется в основном в местах с красивой природой. В нашем Аймаке находятся две особо охраняемые природные зоны. Здесь запрещается вести какую-либо хозяйственную деятельность в планах создания еще нескольких особо охраняемых территорий. Самыми крупными туристическими зонами нашего региона являются Архонская долина и древняя столица Хархарин. В год эти места посещают более 11 тысяч иностранных туристов. В дальнейшем мы планируем создать три турзоны. Первая – Хархарин, прилегающая зоной каймачному центру Арвайхэр, и пустынная зона. Сегодня в Монголии работают 360 турбаз, 340 гостиниц и отелей. Но даже при таком внушительном списке построенных комплексов, лишь немногие могут обслуживать на высшем уровне.